Рекламно-информационная программа. Группный план. Начало второго в нашем городе. Добрый день. У микрофона Владимир Сметанин. Поздравляю всех с началом рабочей недели. Ограничительные меры постепенно снимаются у нас в регионе. Но мы сегодня не о том. Мы сегодня о жизни, о буднях, о подарках, в том числе, которые нам делает компания «Вятич». И в нашей студии мы сегодня беседуем с пресс-секретарем завода Владимиром Маматовым. Добрый день, Володь. Володь, привет. Как начинать? Как настроение? Как обстановка? Или начинать это слово не слишком подходящее? Нет, ты просто поставил меня сразу в сложное положение. Отвечать за всех, да? Нет, я должен сообразить, какое у меня настроение. Я пока об этом с утра еще не думаю. Наверное, хорошее, скорее всего. Потому что, во-первых, тепло. Наконец-то. Ну да. Недолго, правда. Ну, это связано с такими. С циклоном, да. С тем, что мая у нас, а в мае у нас погода капризная, переменчивая. Как это в народе? Вот зацвела черемуха, все, наступает холод. Наступает холод, да? Да, Иши? Романтические нотки сегодня придают. Ну, романтические это хорошо. Мы о летнем 31 безалкогольном, безуме, это еще поговорим. Да, поговорим. Оно крайне романтично, да? Вопрос по поводу поставок в Вяльчича в Германию. Продолжим на эту тему. Да. Дело, вот я очень удивился, потому что буквально в последнюю неделю, может быть, дней 10, да, эта тема обсуждалась, и не раз. И я там участие принимал в дискуссиях, и до меня долетали всякие слухи на тему того, почему, как Вяльчич в Германию поставляет безалкогольное, разумеется, пиво. Вот первый вопрос был, который чаще всего задают. А вы действительно, да? Что у них там своего не хватает? Своего мало? Видимо, не хватает. Видимо, не хватает, но фишка в чем? То есть, во-первых, мы достаточно давно работаем с Германией, если я правильно помню, лет 8 или 10 уже, да? То есть, постоянно поставляя туда партии, партии, партии. Они неймовские, естественно, то есть там мы там не присутствовали, ни в названии, ни в чего, да? Но это были относительно небольшие какие-то поставки, регулярные, но небольшие. Сейчас мы получили заказ. Это вот глобальная разница. Одно дело, человек приходит на завод, говорит, а, ну, ребята, вы делаете, давайте, вот сварите, тут немного, я возьму под свою этикетку там как-то чего-то размести. Другое дело, когда они два года утюжили весь комбинат, да, то есть весь завод, смотрели, что там будет, как там будет, проводили аудит, дегустации и все остальное, да, и, наконец, после всего этого они решили заказать. То есть вот дело даже не в объеме партии, там спрашивали, сколько на самом деле эти поставки в Германию сейчас занимают в общем объеме завода. В процентном соотношении, да, от того общего объема. Я считал, я, кстати, могу ошибаться, потому что все-таки не бухгалтер, не экономист. Порядка полутора процентов максимум, это на пике, да? Это очень немного. Для региональной компании, с другой стороны, это вообще-то и немало. То есть с экономической точки зрения для нас это, ну, почти, не то, что совсем ничего, но в экономическом отношении почти ничего. Но в пани имиджа и в пани перспектив это гораздо интереснее. Так вот, по объему немного. И вот эти 23 тысячи упаковок трехлитровых запрещенных в Российской Федерации, которые мы не могли даже хранить на заводе, мы просто не имели права, потому что они должны были сразу уйти в Германию. Я, можно поясню, да, напомню, почему слово запрещенное Владимир использует, потому что тары трехлитровые у нас действительно под запретом с недавних пор, да. А в Германию, пожалуйста. Да, мы могли только разлить и тут же отгрузить, все. То есть мы не имели права хранить на складе веточки. Так вот, самая фишка в том, что немцы, а, они заказали, то есть не просто купили то, что уже делается, а заказали под себя. То есть они провели аудит, просмотрели, заказали. Второе, они сами сделали этикет, где мы существуем. То есть там нормально все, «Жигулевская» написано на русском, нормально там «Изготовитель», все-все-все это есть, да. И это «Хеллис», да, как они называют, «Сэр». Так вот, мало того, что заказали, сделали этикетку, но самый вот пункт «С», они сделали это по предоплате. Это вообще невозможно, невиданно, непонятно. Обычно по факту, да. Они сделали по предоплате, плюс, и самая последняя вишенка на торте, они вывезли это сами, то есть в своей транспортной компании. То есть настолько они были уверены в заказе, настолько их, в общем-то, убедились, что это качественная вещь. То есть причем самая прелесть вот в этом во всем. Они выбрали вятич среди десятков, если не сотен российских заводов. О, кстати, мы об этом что-то умолчали в прошлом. Нет, мы выбраны, вот в этом все дело, мы выбраны среди массы российских заводов. Вятич выбран как качественный производитель. То есть вы и больше никто не сварил партию, не приехали за ней немцы. Да, то есть мы действительно выбрали. Там понятно, что это многолетние отношения с Германией. Потому что, ну, я тебе рассказывал, что мы оттуда везем хмель, там стажируются постоянно наши пивовары, специалисты. То есть это все понятно. То есть ребята проверяли, естественно, и то, и то, и то, насколько репутацию компании серьезно. Но потом они аудировали само производство. И оно подходит под стандарты европейского качества. То есть то, что они заказали у нас, отвечает одно. Они сказали, да, у вас делается по качеству ничуть не хуже, чем немецкое. Все. То есть мы поставляем в Германию. И это достойно того, чтобы стоять на прилавках немецких магазинов. Отсюда, опять же, возвращаясь к тому ситуации, которая сейчас происходит, да, и в экономике, и в российской в первую очередь. То есть в нашей, в Кировской. То есть даже на российскую замахиваться не будем, как у Васильвана Чапаева, там, в первом масштабе. Говоря о российской экономике, о нашей, кировской в первую очередь, все крайне печально и все крайне просто. То есть у нас будут работать локальные производства, local brand, то, что мы говорили уже год назад, начали. И это, в общем-то, оказалось пророческим. Абсолютно правильное направление было взято. Или взято, как правильно сказать. Взято. Хорошо, взято. Так вот, взято было абсолютно правильное направление, local brand. И этот local brand, это игра, ну, не лишнее повторить еще раз и еще раз. Это игра сразу в несколько ворот. То есть, во-первых, налоги с вяча, которые остаются. То есть сегодня с утра уточняли, это 22 рубля с литра продукции вятича уходит в областной бюджет. То есть, значит, внимание, когда вы покупаете пол-литра вятича, вы 11 рублей... Без алкогольного. Конечно, другого на вятича нет. Только без алкогольного покупаешь, 11 рублей у тебя уходит акцизм в бюджет. Это здравствуйте врачи, здравствуйте учителя, здравствуйте дороги, пенсии и так далее, и так далее, и так далее. Еще раз не лишнее повторить, миллиард 200 платит налогов вятич в год. Больше всех остальных. Ну, имеется в виду кировских предприятий. Так вот, 11 рублей из пол-литровки, 22 рубля с литра, это деньги, которые остаются в регионе. То есть, покупая вятич, ты прекрасно знаешь, что ты вкладываешь деньги в экономику своей Родины. Это первое. Второй момент, это то, кто работает. Вот почему немцы... Вот на секундочку. Почему немцы выбрали? У них эта механика и эта идеология, она у них столетиями вырабатывалась, она им понятна. Потому что на предприятии, которые находятся здесь, вот это место, работает кум, сват, брат, сосед, сестра, своячница, жена, дочь и так далее. Это большая-большая семья. Да. Все друг за другом могут поручиться. Совершенно правильно. И знают, что представляет собой человек. То есть, покупая вятич, ты прекрасно понимаешь две вещи. То есть, ты вкидываешь деньги в экономику региона, это раз. И второе, ты обеспечиваешь работой своих родственников, друзей, товарищей, соседей. То есть, своих же. Вот то, что местные рабочие места и местные налоги, это вот настолько... Для немцев это креугольный камень. Почему? Они прекрасно понимают, что любое предприятие, которое начнет косячить в регионе, оно мгновенно повысит отрицательную репутацию, потому что слухи от рабочих, в первую очередь, этого предприятия распространятся мгновенно. То есть, если они видят, что это местные предприятия, они понимают, что здесь уже есть какие-то гарантии, в отличие от безымянных заводов абсолютно вот этих трансляционных корпораций. Ну, кстати, я полагаю, что, говоря, местное предприятие по производству пенового напитка у нас, и там это разные вещи. Там все-таки, наверное, конкуренции-то побольше. Мягко говоря. Мягко говоря, наоборот. Мягко говоря, наоборот. Мягко говоря, наоборот. Ну, понимаешь, для транснационалов ты попуас. Ну, парень там с копьем вокруг костра, который бегает. И на тебя можно не обращать внимания. Наоборот. И вообще-то там ниже плинтуса. Мы сейчас привезем тебе бусы. Мы привезем тебе яркие, красивые бусы. Заходишь в магазин. Стекляшки. Стекляшечки блестящие. Вороны ты наша родная. Так вот, ты видишь это все, да? Ты очарован блеском и сиянием иностранного всего этого. И ты платишь свои денежки кровные. Ну, знаешь, как купили Манхэттен в свое время. Ну, голландцы купили у индейцев полуостров. Ну, полуостров, по-моему, все-таки Манхэттен, да? Или остров. Я почему-то островом привыкнул считать. Нет, это Лонг-Кайленд остров, а Манхэттен сам полуостров, конечно, выдается. Так вот, голландцы купили у индейцев за бусы. То есть вот этот полуостров. Смотрите, какие ляльки. Цацкие. Где вот Нью-Йорк сейчас стоит, вот они купили у индейцев, значит, за бусы. Вот точно так же транснационалы, проклятые капиталисты, но они не проклятые, они просто умеют работать с странами Третьего мира, что называется. Вот и все. Они так работают столетиями. Так вот, а они, им совершенно все равно на качество, на все это, все их не волнует. Им главное, чтобы было ярко, притягательно, здорово ура товарища. То есть, ну и вся машина под это построен. Но у немцев на эту тему, у них есть заградительные меры. В первую очередь, это акцизы. Мы говорили о союзе пивоваров. Они упорно пытаются ввести минимальную розничную цену на продажу и ввести дифференцированные акции. Ну, мы тут двумя руками за, потому что это единственный вариант оставить здоровую конкуренцию. Потому что сейчас она у нас нездоровая. То есть, предприятия, вот эти большие комбинаты, которые принадлежат транснационалам, они гонят продукцию гигантских объемов совершенно. Там миллионы, 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 миллионы. Естественно, они могут демпинговать. Это понятно, за счет объема. И качество, это пивной напиток, фактически. Безогрогольный, разумеется. Так вот, фишка в том, что когда они это делают, они акциз платят точно такой же, как платит и вятич. Точно такой же. То есть, они делают там за 7 дней за счет ферментов и сырья, которое у них, ну, такое бросовое, фактически. Мы делаем 28, и сырье тащим из Германии. То есть, разница в затратах на производство. Вот этот анекдот, который тоже, он прекрасен, его нельзя, ее надо повторять и повторять. Каким образом стоимость, вот я покупаю какую-то минеральную воду, условно говоря, да. Но фактически это та же вода из водопровода с небольшим там добавлением чего-то и газировок. Она стоит столько же, сколько стоит безалкогольное пиво. Но безалкогольное пиво... Транснациональных корпораций. И Вятичевская, в первую очередь, да. Так вот, 28 дней с технологией, с сырьем, с обучением людей, с контролем, трехступенчатый процесс, масса всяких деталей, постоянное отслеживание санитарии, стерильности и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, куча деталей. Вот все это стоит дешевле, чем водопроводная вода газированная. То есть, вот ситуация на рынке. А с акцизом ситуация вот именно такая. То есть, дешевое, то, что привозное гонится, они платят акцизы столько же, сколько мы. Вот в Германии, почему у них здоровая конкуренция, а почему у нас нет? Потому что в Германии 50% акциз... Если ты малая, а ВЯТЧ это среднее производство, по немецким меркам. Среднее или малое даже? Да, даже среднее. Конечно, конечно, конечно. А ну, маленький завод, местный. Так вот, этот завод должен был платить 50% акцизов. Понятно, что при этом ценовая политика. То есть, мы бы могли спокойно конкурировать, даже с демпингом держать его. При нынешнем акцизе мы этого не можем делать физически. То есть, продаем по тем же ценам, но при этом налоговых отчислений у нас в два раза. На 50% меньше. Да, совершенно правильно. Все. Немцы за счет этого местное пиво, у них успешно конкурируют с привозным. Плюс немцы, они не любят привозное. Американцы не любят привозное. 70% без алкогольного, разумеется, пива в Америке, это пиво местных производителей. Это не привозное. У них нет этого. То же самое в Германии практически. У нас все с точностью да наоборот. У нас вообще по массе позиций все с точностью да наоборот. То есть, у нас привозное, широким потоком, очень много. Дешевое, примитивное. Все это заполонило абсолютно рынок. Почему? Потому что последний, вот с момента исчезновения Советского Союза, за местными производствами фактически никто не занимался. То есть, все отдавалось на откуп крупным компаниям. С ними легче работать. В первую очередь, чиновникам, естественно. Это понятно все. Там дальше даже додумать ничего не надо. Почему и как? То есть, сейчас вот из-за этой эпидемии все разворачивается. То есть, и этот процесс, на самом деле, он не российский. В России это будет хуже, тяжелее. То есть, потому что у нас вообще ситуация с вирусом и с экономикой, ну, это уже синоми практически, на самом деле. То есть, она будет, ну, я уверен в этом, она будет тяжелее, чем, допустим, в Европе или в Штатах. И нас ждет 2-3 года такого затягивания поясов, то есть, масса неприятностей. То есть, это 100% совершенно. И если мы вот сейчас в этих условиях немножечко как бы не встряхнемся, ну, мы просто будем тяжелее переживать то, что не было, ну, и мы будем. Все. То есть, просто иллюзий поменьше и работы побольше. Ну, мне так кажется. Так вот, Германия, возвращаясь, да, немцы выбрали нас. Слушай, а можно, вот я перебью, все-таки хочется подумать о хорошем. А вот вдруг у нас произошло это, реализовался у нас этот сценарий, когда местные производители стали 50% акциза платить. На что бы высвободившиеся деньги потратила компания «Вять»? Еще интересно бы знать. Вот не 22 рубля, да, с литра, а 11 рублей с литра. Просто сейчас многие же подумают, вот там владельцы предприятия, прости господи, «Будут еще там богатеть». Куда деньги-то пойдут, если вы претендуете на те самые условия? Нет, дело в том, что планов на расширение планов... То есть мне это, конечно, хочется услышать, что это, опять же, вкладывается в производство, в качество продукции и так далее. Ты знаешь, вопрос в том, что если человек выводит предприятие, то есть берет... Вот это трудно понять с земли, да, совсем с земли. То есть когда человек, не знаю, точит детали, и вдруг ему начинают объяснять, как растут ноги у самолета в большом предприятии. Не сразу это можно вкурить, что называется, но, в принципе, можно. То есть все очень просто. Если ты... Вот очень многие забуждаются, говорят, бизнесмены, ну, да, ну, все понятно. Ну, есть, конечно, бизнесмены, которые... Цена, все понятно, да, и мы знаем таких, и они на слуху, и даже занимают хорошие посты, места и так далее. То есть вот не надо далеко ходить. Но вот если у тебя действительно бизнес, это офиг... Да, 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 я понял. Чуть не сказал, что... Какой эпитет мог бы прозвучать? Да, совершенно правильно. Это очень-очень большая ответственность. Очень большая. Ты отвечаешь и за производство, и за людей, и за дело, и так далее, и так далее, и так далее. Вот простой пример. Вот достали у меня эти крафтовые пивоварители, всевозможные, безлокогольные, конечно. Вот парень варит у себя там в сарае 50 литров, да? Ну, вот... В день. Ну, без разницы, в день и в день. Ну, вот хорошо, сварил он эти 50 литров. Он там не соблюдал эти правила, не соблюдал те, что-то нахимичил с сырьем, не так процесс у него пошел. Скис во всех чертовой матери. Что он будет делать? Да выльет все это. Ну, просто выльет. Ну, 50 литров у тебя испортит. Ну, другой вариант, возможно, позовет своих корешей. Ну, да, пока еще не... Старался же, ну, давай попробуем, что получилось. Да, ну, вот и все. Что ты будешь делать, если ты сварил 20 тонн? Вот тут уже, да, головная боль. Это не просто головная боль. А представь себе, что у тебя не 20, а 120, 240, да? Вот в этих количествах ты затеял это дело, у тебя несколько сотен человек с этим работают. Им надо платить зарплату. Тебе надо закупать сырье, тебе надо его проверять, тебе надо его складировать, тебе надо отправлять. Тебе нужно наладить бухгалтерский учет. Тебе нужно смотреть, как, где, что, где. Контролировать десятки операций, причем не самому, естественно, а через людей, которые в свою очередь их будут контролировать. Вот всю эту машину держать, то есть фактически отвечать за нее, да, и получать, наверное, ту же самую зарплату, что и рабочие надо, то есть как бы все, социализм вот такой в полный рост, это бред. То есть понятно, что человек, который рискнул заняться этим, причем если посмотреть на статистику бизнеса, всем давным-давно известно, что из сотни компаний на полу остается одна, две, три, четыре. Любого бизнеса. Практически любого, практически любого. Сотни, десятки, тысячи начинаний, ну без разницы, что брать, стартапы или обычные варианты. В любом случае, это вариант, когда выживают немногие. То есть огромное количество людей разоряется, уходит на бытие, становится наемным и так далее, и так далее. Предприниматель — это отдельная фигура, которая организовывает производство, которая дает в экономику деньги. Вот если в экономике нет денег, то... Тогда это не экономика. Тогда это не экономика. Это финита ля комедия. Вот это понимание до сих пор не пришло. И вот с одной... Владельцы бизнеса обязаны богатеть, иначе зачем они его имеют? Я прямо это в граните был, вы себе где-нибудь в видном месте. Владельцы бизнеса обязаны богатеть. То есть коммерческая прибыль, коммерческая прибыль, наличие этой прибыли, и возможность ее использовать — это единственное направление деятельности, которое показывает, что компания успешна. То есть ты можешь увлекаться, ты можешь делать, ты можешь изобретать, ты можешь делать ходы, вот как сейчас навязчиво, да? Мы постоянно что-то делаем. Но если это не поддерживается прибылью, ну это бред сивой кобылы. То есть это значит не нужно людям. Это сразу симптом того, что мы идем не туда. Это неправильная работа. И второй момент, да, то есть своя собственная прибыль. Но если у тебя есть планы, если ты понимаешь, как развиваться, естественно, ты будешь модернизировать. И вот здесь в отношении Курагина, их в частности Курагина старшего в первую очередь, то есть я в свое время действительно был удивлен тем, сколько денег вбито в модернизацию вечера. То есть там нету советского оборудования давным-давно никакого. Там абсолютно все чешское, немецкое, компьютеризированное. Ну вот организация вот этих экскурсий на заводе, она как раз показывает, ребят, зайдите, посмотрите, как это работает, как это устроено, из чего это сделано, сколько это денег реально стоит, прикиньте, это миллионы, миллионы, миллионы евро, не рублей. То есть вот и вопрос... Экскурсии бесплатные, напоминаем. Экскурсии бесплатные. Но пока, да, пока передышка. Сейчас их, к сожалению, нету, потому что известна ситуация. Так вот вопрос о прибыль, которая образуется, если введут дифференцированный акциз на продукцию. Ребята, у нас есть планы на строительство новых заводов. У нас есть планы на экспансию в другие регионы. Они есть. Эти денежки никуда не денутся. Они уйдут в расширение. Они уйдут в экономику. Они уйдут в налоги. Те же самые налоги увеличатся для Кировской области. То есть это не игра в одни ворота. То есть типа, опа, мы сейчас возьмем и используем эти, положим деньги себе в карман. Давай по-другому, как многие поступают. Выведем за границу. Поперхнулся Владимир Бабатьев даже, да? Нет, но жизнь-то зачастую показывает, что именно такой сценарий-то у нас развивается. Как ты себе представляешь вывод вязча за границу? В современном мире, по-моему, нет ничего невозможного. Можно придумать какие-то ходы. Стоимость самого по себе завода несравнима с прибылью, которую он приносит. То есть это нам на порядке больше. То есть мы не можем оставить. Это Кировский завод. Это место. Мы не можем его бросить. Он там многокилометровыми корнями пророс в эту землю. Да, ну и что ты? Ну хорошо, ты с двумя копейками своими окажешься одним из миллионов там счастливых пенсионеров в Берлине в каком-нибудь, или в Вонде, или в Париже, или в Нью-Йорке. Майорка. Да без рая. Ну это же скучно, нечаянчески скучно. И плюс, ну и кто ты такой? Сейчас у тебя есть действительно предприятие, которое, оно работает здесь. Сотни кировчан. Оно пользуется и любовью, и ненавистью. К нему проявляют интерес, его обсуждают. Куча слухов, постоянная с ними возня, переживания, интересы, свершения, достижения. То есть это идёт жизнь. То есть есть какой-то, что называется, огонёк, да? Какой-то горит в этом во всём. А вы, нет, вы вот за границу, это просто... Меня попросили не обсуждать эту тему, которая связана с определёнными событиями ВЯЧа, которые начались в апреле прошлого года. Меня подмывает периодически пройтись по этой тематике, но сейчас, к счастью или к несчастью, не время, товарищи. То есть мы пока отложим всё это, но это очень смешно. То есть идея вывода средств... Дело в том, что ещё один момент в российской экономике. Деньги работают, они работают и будут работать. И у нас пока есть все шансы ещё. Вот пока не накрылось шумяным тазом далеко. Это касается уже общей ситуации. И в том числе поэтому Владимир Маматов здесь, в который раз, из раза в раз повторяет о том, что нужно движение и навстречу, да? В том числе налоговых каких-то изменений для местных производителей. Я уж таким прямым текстом уже заявляю, да? Ну, понимаешь, во-первых, изменения для налоговых производителей, они производят только в Москве. То есть дифференцированный акциз мы не сможем внедрить никак. Да? На Кировском уровне. На Кировском уровне всё давно понятно. И я всё-таки надеюсь, что вот этот кризис, коронавирус, экономика, всё остальное, он слегка встряхнёт именно управленческую систему в России. То есть система взымания налогов, система управления страной, система распределения денег, в частности, по регионам. Ну, посмотрим ещё, как у нас осенние, так сказать, взаимоотношения региона с Москвой пойдут. Валерно. Тоже отдельная песня. Вернувшись вот к немцам, да, ещё раз. Давай сейчас всё-таки уйдём на рекламу, потому что половина часа, буквально минута у нас пресс-секретарь компании «Вечев» Владимир Маматов. Скоро продолжим. Продолжаем нашу беседу с Владимиром Маматовым, пресс-секретарём компании «Вечев». Возвращаемся к немцам, да, к немцам. Ну, к немцам и по поводу нашего волшебного акции задифференцирования сейчас говорили. Вот сейчас мне подсказали, позвонили. Всё гораздо проще. Там прибыли, выводы. Ну, выводы — это не для нас. А вопрос, куда денутся деньги, ребята, мы тут же отзеркалим в деньгах. То есть как только введут дифференцированный акциз, ценник на продукцию «Вятича» упадёт. Вот, то, что мы хотели услышать. Да, просто мгновенно. Это скажется на потребителя, на цене. Безалкогольного конечного продукта. Естественно, безалкогольного. Вот, так вот, немцы безалкогольный «Хелес» вятчевский взяли, берут, заказали под себя, вывезли, всё прекрасно. Кировчане продолжают пить немецкое, продолжают. Хорошо, дорогие кировчане, продолжайте со сроком годности там в год, там вот эта консерва, которая к вам приехала из Германии, по 100 рублей, там 110, я видел, за бутылочку в метр, покупайте. Много раз, я сам убеждался, я тебе рассказывал, парень говорит, я пью только его во вкусвилле, покупаю. Ему показываешь пробочку, где нарисован логотипчик вятичек. У него когнитивный диссонанс. Он понимает, что всю дорогу, естественно, ой, это ваша вятская, то чё, разве что это пиво? Вот вы вкусвилле, это другое дело. У него когнитивный диссонанс. То же самое случалось с ребятами, которые, да, я только немецкое, только исключительно немецкое. Потом он не может отличить немецкое от того же вятча, который ему налили. Не может. То есть он упорно, слепая дегустация, он упорно называет немецкое вятичем. Наоборот. Наоборот и так далее. Наш немецким называют, да, сортом, безалкогольным. Естественно. Вот, то есть выбор очень простой. То есть у нас, на самом деле, прекрасная позиция, она нравится мне по многим, по многим сразу показателям. Во-первых, мы платим налоги, мы говорили. Во-вторых, у нас работают местные. В-третьих, у нас действительно местное производство, которое слухи, все эти легенды, рассказы, обсуждения вятича. На самом деле, вне зависимости от эффекта, ты все равно говоришь о заводе. Это, с моей точки зрения, просто прекрасно. Я уже этот пример приводил ни раз, ни два. То есть, если бы мы были транснационалами, кому бы ты письмо писал про то, что, ой, тебе не понравилось. Ну, написал ты там, что тебе что-то не нравится, какой-нибудь там безалкогольный пиви бат. Ну, кому ты напишешь там? Трампу письмо напишешь? Ну, Трампу только, наверное, да. Ну, что понятно, что из какого-то Нью-Джерси тебе вряд ли ответят. А то, что ты в русской социальной сети будешь рассказывать, что тебе что-то не понравилось, ну, люди покрутят пальцем омиска, потому что ты адресуешься в пустоту. Здесь не пустота. Здесь, честно говоря, на вятичи из-за любых вот этих намеков на то, что Вятич не очень, или Вятич такой, или Вятич стал хуже. Вот это вот все то, что идет, всегда идет флудом, таким потоком, всегда шло и будет идти. То есть я слышал за свою жизнь с Кирой 5, 7 или 10 раз, они помню, что, ой, Вятич-то испортился, а вот лет, и каждые 5 лет Вятич... И каждые 5 лет что-то происходит там. Да, что-то происходит, Вятич попортил. Так, на Вятич очень переживают, они комплексуют из-за того, что вдруг и пытаются выяснить, как так произошло. Это происходит потому, что мы рядом, потому что мы родное предприятие, близкое. И поэтому нас обсуждают. И к этой критике нельзя относиться так, как будто... Это не конструктивная критика. Это эмоциональные высказывания. Это обсуждение того, что людей волнует. И это прекрасно. Пусть волнует. Дайте конструктив, скажите, что вот там-то, там-то и там-то получилось вот это, вот это. Будем разбираться. Тьфу-тьфу-тьфу. Пока таких случаев я не знаю на моей памяти, их не было. Но если будет что-то конструктивное, на это надо отвечать, с этим надо разбираться. А если это эмоция, ребят, отлично, вы переживаете. Мы рады, что вы переживаете за родной завод. Прекрасно просто. Ну давай про немцев-то еще немножко. Ну хоть какую-то малость, может быть, какие-то есть информации. Что дальше-то? Перспективы сотрудничества с немцами. Слушай, ну, смотри, перспективы с немцами очень простые. Две фуры уехали, что дальше? Две фуры уехали, подождем следующего месяца. Закажут следующую партию. Хорошо, поехали дальше. Если нам удастся расширить географию по Германии, это прирост продаж. Ну, вот дальше маркетинговая простая конструкция. Очень простая, элементарная. То есть да, мы как это, Россия будет перерастать в Сибири, а Вячес будет перерастать в Германии. Ну, это шутка, разумеется, потому что перспективы немецкого рынка неясны. То есть действительно ли мы там увеличим присутствие? Сможем ли мы доказать окончательно немцам? То есть они взяли вот этот сорт, эту партию, они одобрили, все, они взяли. А остальное посмотрим, выпустим что-то еще, еще, еще. Если у нас палитра пойдет в Германию, вообще прекрасно. Но это, опять же, это вопрос работы. То есть ежедневный, методичный, месяц за месяц, год за год. То есть тут это производство. А сопровождается ли там сейчас продажа безалкогольного отъятия какой-то рекламной кампании? Нет, ничего нету. Это рано, это слишком рано. В первую очередь... То есть по законам маркетинга пока еще... Нет, Паводь, затраты на рекламную кампанию, если они маленькие, это глупость. Это просто деньги. Деньги в никуда потрачены. Деньги в никуда. Ты не получишь эффекта, ты сделаешь минимальные усилия, не получишь эффекта, просто истратишь деньги, не получишь эффекта. Потом ты всем заявишь, что реклама не будет работать, потому что ты не истратил тех денег, которые должен истратить. Всем заявишь, что реклама не работает и закроешь эту тему. Вот этого делать не надо. То есть мы дождемся момента, когда в Германии будет иметь смысл рекламировать серьезные вещи. Я думаю, что мы дождемся. Но не в этом году, разумеется. Уверен, что не в этом. Ни в коем случае. Тут, как старая латинская поговорка, не надо тянуть растение из земли, помогая ему расти. То есть, понимаешь, это глупое садоводство, помогать вырасти чему-нибудь. Все должно происходить естественным путем. Я думаю, что увидим. Пять минут у нас остается до конца сегодняшнего разговора. Ну и по поводу рекламы летнего безалкогольного 31. В нашем эмфире уже есть, например, реклама идет. Компания Вятич сдержала свое слово. И 12 мая запущена. Компания Вятич чуть-чуть не сдержала. Все-таки разливать его будут завтра. 13 мая. 13 мая оно разливается. 13 мая уходит торговля. То есть, позитив, который нас ждет, абсолютный позитив. Мы специально подобрали, ну, под Митяева сделали там песенку-ролик. Там из Волги, которая ездит по городу. Ну, на радио у нас уже звучит. Да, на радио, но не на одном вашем, кстати, говорим, слава богу. Посмотрим там с телевидением, со всем остальным. То есть, это зеленая 31, те живоватые безалкогольные. Сделали легкое, рассчитанное на большую компанию летняя 31. И самое патриотичное. Самое патриотичное пиво, безалкогольное, разумеется, которое у нас сейчас есть. В каких торговых точках, давай еще напомним, следует ждать сразу после упаковки второго? Ну, как я говорил, упаковки второго, это в первую очередь, скорее всего, глобус. Глобус. Да. То есть, трехлитровый, это фантастический, это проект абсолютно неприбыльный. Два по полтора напомню. Да, совершенно правильно. То есть, мы не нарушаем законно-транспортную упаковку. Там стикеры сейчас будут вручную клеить, как и вручную упаковывать. То есть, мы не зарабатываем ничего. То есть, просто ничего. То есть, учитывая там еще допечатку стикеров, все остальное, мы выходим в ноль. То есть, мы просто даем людям возможность попробовать. Потому что это дешевле, чем по одной, по второлитровой покупать. То есть, с парка это. Она дешевле. Как он не помнит, сколько там процентов дешевле. И она выгоднее. Она удобнее. То есть, ты сразу берешь две в одной упаковке. То есть, как людям сейчас понравится. Понравится ли возврат трехлитрового? Если это нравится людям, да, мы будем действовать. Вот где-то вот так. То есть, а Вятич, ну, как тебе сказать. Вот в целом, сегодня с утра обсуждали это все. Меня все укоряли, что не превращай радио в капустник. Не превращай это все. Радио должно быть живое. Оно должно быть для людей. Конечно. Чтобы люди понимали. Конечно. Отклик был. Сразу несколько. Вот просто несколько интонаций, несколько настроений должно быть в передаче. Иначе это скучно, мне кажется. То есть, потому что рассказывать все время одно и то же. Вот сегодня вспоминали. Вот роль Вятича, на самом деле, на кировском рынке. То есть, то, что мы создаем рабочие места, то, что мы создаем налоги, то, что мы постоянно создаем какие-то ноу-хау, какие-то вещи, которых нету на рынке. И мы единственные, кто делаем фреш. То есть, коротким сроком годности больше вокруг в радиусе. Ну, минимум 500 километров нету ничего похожего. Ну, в принципе, ничего нет. Вот вспоминали как раз вот, с чего начинается Родина. Родина, однозначно, ребят, начинается с Вятича. Вот когда это будет окончательно понятно, причем это взаимное движение. То есть, понятно, что мы пытаемся идти к людям через опросы, через выпуск новинок, через вещи. То есть, я серьезно абсолютно говорю. Мы сейчас выпускаем эти трехлитровые упаковки в ноль, не зарабатывая ничего. Мы просто даем людям возможность попробовать. Ребята, это сделано для вас, для всяких дураков. Вот как сейчас в Сыктывкаре будет компания по продаже зеленого, 31 безалкогольного. Ага, все-таки пошли в Сыктывкар-то, да? Но в Сыктывкар мы пошли с одним простым вариантом. Держи сосед. То есть, мы очень долго думали, потому что там на бутылке, на самой написано, только для продажи в Кировской области. И мы от этого не хотели отходить. Но, учитывая, что мы давным-давно торгуем с коми, давным-давно, там 20 лет или 30, я не знаю сколько, то и коми для кировской пищевки, это действительно соседи, вот как по лече этой площадке. Мы туда и ролик сейчас загоним, такой же, как сосед стучится к соседу. Привет, вот тебе этого, да? Ну, наивно. Голосом Горбачева, что ли? Нет. Привет. Попробуем другими голосами. Но, понимаешь, это наши соседи, мы им это даем. Просто попробовать. Вот то же самое мы делаем, то есть, к чему начинается Родина? Мне это нравится, кстати, песня. Картинки в твоем букваре. Так вот, картинка такая же в твоем букваре, это все-таки вятич. То есть, и вот наше движение навстречу к кировчанам. Посмотрим, как кировчане, понимаешь, это как, ну, не знаю, танец, это какая-то очень эротическая метафора, да? Но что-то в этом есть. То есть, это какое-то взаимное действие. То есть, это тандем. Это не может быть так, что мы навязываем, а люди покорно, вот как делают эти красновые, серо-буро-малиновые магазины. Да, они навязывают, просто навязывают. Мы предлагаем, ребята. И это вот еще один момент. Местное. Мы не навязываем, мы предлагаем. И я уверен, что вот эта политика, этого лоукого бренда, не навязывание местное, новинки, она сработает год, два, три, и мы увидим другое совсем отношение. Принципиально другое. И к Вятичу, и к продукту. И вообще к будущему завода в целом. То есть, и это, в моем понимании, это позитив для всех. Вот тот случай, когда выигрывают все. То есть, не просто выигрывают там Курагин и Вятич, там, заработали больше, это ерунда. Не просто кировчане получили что-то, они приковолись, там, ура, ура, ура. Не просто экономика получила больше, да. А выиграли все, то есть, чего-то-то-то. Предварительные, да, уже выводы делать. Можем обсудить. Да, спасибо, Владимир Маматов, пресс-секретарь компании. И Вятич, да, всего доброго.